Первое, что бросается в глаза делегации из Краснодара – праздничное освещение улиц курорта. Особый колорит ночному городу придает светодиодная подсветка. Впечатляет и стоит недорого, делится опытом мэр Сочи. Пример удачного сотрудничества малого бизнеса и администрации города – остановочные павильоны. 300 прозрачных пластиковых конструкций установили за свой счет предприниматели. Взамен они пользуются здесь рекламными площадями. Команда краснодарского градоначальника решает пойти таким же путем. «Обратите внимание на право. Вот их остановка. Видите, там электронное табло, потом оформлено звуковой город, говорящий город». Уже утром Краевой оперативный штаб по реконструкции Краснодара во главе с вице-губернатором оценивает городское хозяйство Сочи и единый архитектурный облик курорта. Краевая столица и сегодня выглядит вполне достойно, говорит Джампулат Хатуф. Однако все технологии и инновации, которые использовали в благоустройстве Олимпийского Сочи, необходимо внедрять во всех регионах Кубани. Сегодняшнее мероприятие – это продолжение поручений задач губернатора, которые были недавно поставлены перед властями города Краснодара, удвоить, утроить темпы, связанные с мероприятиями по благоустройству, по повышению качества жизни жителей нашего края. «Мы рассчитываем на инициативу краснодарцев. В самое ближайшее время будет опубликован сайт штаба и любая информация, которая будет поступать от жителей края по улучшению, по благоустройству, по пожеланию краснодарцев, они, безусловно, будут обсуждаться на градостроительном совете города Краснодара». Гости из Краснодара посетили зону международного гостеприимства в Центральном районе, побывали на объектах в Хосте, Адлере и в Красной Поляне. Многие неоднократно бывали в городе до игр. По словам Владимира Явланова, Сочи сегодня – главный ориентир в строительстве, благоустройстве и озеленению в крае. «Очень многое взяли для того, чтобы применить в городе Краснодаре, что касается подсветок, создания такого особого ночного вида города. И я думаю, что в ближайшем времени очень многое в этом отношении будет меняться». Красные крыши и светлые фасады украсили многоэтажки Сочи из средств краевого бюджета. А вот убедить владельцев частного сектора перекрасить 11 тысяч домов за свой счет было непросто. «Мы делимся опытом. Мы были первопроходцами. Сейчас мы очень радуемся тому, что у нас такой красивый город. Но еще три года, даже два года назад, даже еще в ноябре месяце мы видели, сколько предстояло сделать». Итоги выездного семинара совещания подвели на заседание краевого штаба. Джамбулат Котлов подчеркнул – работы будет много, отгулы и больничные в его команде не принимаются. Главам краснодарских округов он поручил закрепить людей за каждым квадратным километром краевого центра. Доклады о сделанном будут ежедневными. Кроме того, вице-губернатор порекомендовал Владимиру Ивланову брать на подряд краснодарские краевые компании, которые уже хорошо проявили себя в Сочи. Кристина Мрук, Александр Киреев, 9 канал, Сочи.